Вячеслав Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Как один из важных людей Республики Северная Осетия Алания в сфере спорта? Подведите итоги третьего международного турнира Аланы. Ну это вы громко сказали, что я важный человек. Просто мы очень все любим спорт, любим вольную борьбу, греко-римскую борьбу. И я был рядом с теми, которые проводили эти соревнования, чем мог, помогал. И если бы у нас немножко условия были лучше, то есть в плане размещения наших зрителей, мы бы это провели намного красивее. Но, как я вижу, все зрители довольны. Спортсмены отмечают, что судейство было очень хорошее. Всегда бывают какие-нибудь доразумения. Но я могу так сказать, что человек, который у нас сегодня рассматривал апелляции, которые подавали секунданты, по моему мнению, справился со своей работой. И у нас выигрывали соревнования, выиграли самые лучшие спортсмены, самые хорошо подготовленные. На данный момент завтра, может быть, другие будут выигрывать. Но сегодня выиграли сильнейшие, на сегодняшний момент. Большое спасибо, хочу сказать, зрителям. Они очень активно поддерживали спортсменов, независимо от кто с какой страны. У нас были, боролись великие чемпионы, чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр. Некоторые проиграли. Допустим, весовой категории 61 килограмм. Чемпион мира, который в этом году стал на чемпионате мира в Казахстане, он здесь не прошел даже в тройку. Так получилось, что его выиграли более молодые спортсмены. Может, у него мотивация была не такая. А так, класс борьбы спортсменов был очень высокий. Это отметили и специалисты, и борцы сами, и тренера. Что наш турнир в этом году, среди всех турниров, был самый лучший и по организации, и по мастерству. А то, что у нас боролось 258 человек, такого рекорда вообще не было ни на одном турнире, который проводится под эгидой объединенного мира борьбы. Поэтому могу сказать всем спасибо. Особое спасибо большое хочу сказать вашей группе, потому что вы нам очень сильно помогли. И хочу отметить, что помогли бескорыстно. Спасибо большое Давиду Мусульбесу. Он знает, что это Владикавказ, его родина. И он все делает для того, чтобы здесь все было на высшем уровне. С какими-то сложностями сталкивались во время проведения и организации турнира? Сложность была у нас одна, сдержать народ, который хочет попасть на трибуны этого дворца спорта. Но как мы видим, все, что мы не делали для того, чтобы был какой-то порядок, к сожалению, зрителей было столько, что мы их не смогли сдержать. И, может быть, со стороны это не очень красиво, и, может быть, мы немножко регламент, который предполагает объединенный мир борьбы, мы его не выполнили. Но у нас все прошло очень гладко, без всяких эксцессов. Никто не выбегал на ковры, никто не стучал. В общем, зрители наши, я им благодарен, они понимают борьбу. И, может быть, они хотели, чтобы там где-то наш выиграл, но они это воспринимали очень спокойно. И выигрывали здесь сильнейшие спортсмены, независимо от какой страны, с какой республики. Им большое за это спасибо. Они очень порядочные, понимают борьбу и отличаются от многих других регионов именно этим. Как-то планируется решать проблему со спортивными комплексами, с дворцами спорта, чтобы была возможность у большего количества зрителей посетить турнир? Так сказать, что вот эти турниры, которые мы проводим, не только вот Аланы турнир, но вот Андеевский турнир прошел недавно в памяти нашего великого спортсмена. Там еще было больше спортсменов. 400, я не помню, 38 спортсменов участвовало. Это говорит о том, что в Осетии любят борьбу. Но здесь же боролись не только осетины. Здесь борются все ближайшие наши соседи. Они все прислали огромные делегации и на предыдущий турнир, и на этот турнир. И, естественно, кроме как в Махачкале у нас нету дворца спорта, где можно проводить такие большие соревнования. Где можно соблюдать все. То, что предполагает Объединенный мир борьбы. Очень много делается нашими руководителями, чтобы все-таки построить этот дворец спорта, где могли бы проводиться и на высоком уровне идеи. Значит, у нас, я знаю, что подавали письма, чтобы построить какой-нибудь большой дворец. Но на сегодняшний день, наверное, все-таки мы еще не готовы. Я могу сказать, что в ближайшие 2-3 года решения о том, чтобы построить такой дворец, пока нету. Это же зависит. У нас нету таких денег, у нас в республике. И нам, естественно, должен помочь центр. А это хороший проект должен быть. Я имею в виду не проект самого дворца спорта, а проект на будущее, как в бизнесе бывает проект. И наши руководители должны доказать центру нашей страны, что он необходим. Они это делают, но пока не получается. На сегодняшний день пока не получается. Какая схватка вам больше всего запомнилась? Ну, видели, как в финале боролись два спортсмена тяжеловеса. Ну, конечно же, эта схватка имеет такое впечатляет. Да, хотя один был намного сильнее, чем другой. Но мне, честно говоря, так если посмотреть, понравилась схватка Рамонова. Потому что, как бы он вернулся уже, возвращается потихоньку. Ловит свой ритм. И он не только в финале боролся, но и до этого хорошо боролся, грамотно. Ну и 57 килограммов хорошая схватка была. Напряженная схватка была в весовой категории 79 килограммов. Но мне все-таки понравился класс борца, нашего борца Цаболова в 74 килограмма. Он двукратного призера мира очень грамотно выиграл. И просто шансов не было у его соперника из Америки выиграть. Ну и, конечно же, олимпийский чемпион 97 килограммов опять показал свой класс. Но, к сожалению, бойцаев ему, ну, такого упорного сопротивления не оказал. Хотя я знаю, что бойцаев специально к этой встрече не готовился. И, ну, просто поборолся. А так выделить, я выделяю всех, кто здесь боролся в финале. Они все достойные. Я думаю, что завтра, пусть и завтра они будут уже членами первой сборной нашей страны. Что ждет нас на четвертых международных соревнованиях «Аланы» в 2020 году? Можете поделиться с нами. Ну, что нас ждет? Нас ждет опять праздник борьбы. Могу так сказать. Единственное, что очень жестко мы сократим количество людей, которые здесь участвовали. И тогда и нам, и зрителям, и борцам будет намного легче показывать свою лучшую борьбу. Спасибо вам большое за интервью. Пожалуйста. Пожалуйста.